Привет! Я тут уже писала, что я тут. А, ты писала. Ну вот, только что, да, только что. Привет, моя хорошая. Дорогая. Ты знаешь, я сегодня проснулась... Ты на родине? Ты на родине ещё? Да. Я должна была завтра улететь. И сегодня проснулась с кашлем и с маленькой температурой, ну типа 37, с хвостиком. И я теперь в панике. Умираю. Слушай, ну вот Маша Горбань писала, что она переболела, и что у её мужа и у дочки была температура 37, кстати. Ну, понимаешь, мне подруга на днях написала. Ой, как ты там, милая, у родителей. Ты представляешь, я вот у тебя была... Она у меня была буквально за 5 дней до того, как к родителям. Я вот у тебя была, а до этого за неделю я контактировала с ковид... Ну, с другом, который ковидом болеет, который об этом не знал на тот момент. Короче, я... Ну, блин. Ну, я две недели пробыла здесь. Я приехала нормальная. У меня мама и сестра были на похоронах, откуда они обе пришли больные сразу же. Я с ними посидела, посидела, и сегодня я встала тогда, и рейс в итоге на два дня перенесла попозже, чтобы... Мне кажется, завтра мне не очень будет хорошо. Хотя, не знаю. Слушай, ну расскажи... Надеюсь, что будет... Расскажи, как в Нальчике, как там соблюдают самоизоляцию, соблюдают... Или как там, маски ходят, в масках все? Будут ли штрафы в Балкарии? Ты знаешь, я была только в одном месте. За продуктами ездила, прям в такой серьезной маске. У меня такая маска прям не вот эта вот марлевая. У тебя вот эти, которые две штуки здесь, и такая штука, да? Одна штука, не три пятачка, один пятачок. Вот. Я с этой маски со всеми этими антисептиками ходила в супермаркет, я не помню, как он называется, где-то в районе... На площади Абхазии, короче. Всё, я знаю этот гипермаркет. Вот, я там была, и ты знаешь, там мальчик стоит прямо, пшикает на ручке всем посетителям, и там же раздают маски у кого-то нет. Вот, когда я прилетела в минеральные воды, у меня взяли все, ну, у всех пассажиров взяли данные, и типа мы будем приезжать, там, проверять каждые три дня. То есть на две недели мы обезуемся быть в каратене, в принципе, две недели я уже здесь пробыла. А я, по-моему, горячая, и мне чуть-чуть холодно. То есть я нехорошо себя чувствую. Да, Вестер, супермаркет Вестер. Да-да-да. Вот. В общем, как-то так. Мама уже маме легче, сестре тоже легче. Их ломало три дня, прям, серьёзно у них прям. Но они не кашляли? Мама вначале кашляла, а вот сегодня я проснулась с таким сухим неприятным кашлем, и психосоматика, думаете, да, нет, я, это всё не, просто тело, оно так проснулось. Я, наоборот, соматику перекручиваю. Я болеть не люблю, категорически отвергаю. Я просто не хочу уезжать, может быть, это тоже такой, знаешь, момент. То есть я когда поняла, что, ага, завтра мне лететь нехорошо, потому что, ну, мало ли вообще, какой я, какой вирус я, ну, я сама за себя не волнуюсь. А вот в самолёт, в закрытое пространство, идти и людей заражать, это неправильно. Ну, конечно, да. И я подумала, ну, хотя я себе отмазки, я минимально, как бы, доставляю риск людям. И я подумала, а, я останусь ещё на два дня. Ну, с билетами проблем нет, да, всё летает, всё есть. Не все рейсы, конечно же, то есть, если раньше аэроход прям супер много рейсов предоставлял, и в Минеральные воды, и даже напрямую значить было дело. Да, да, я знаю. Сейчас, конечно же, значит, ни одного рейса нет, в Минеральные воды есть ряд авиакомпаний летает, вот, и можно напомнить. Слушай, а как ты относишься к прививкам? Ну, вот, если, например, да, дай бог, что у вас не ковид, что вы всё, ну, вот, например, потом скажут, что обязательно сати, чтобы ты выступала... Категорически нет. В Кропу Сити Холли твой Солли-концерт, сати Этника, сделай прививку, и у тебя всё, у тебя будет концерт, вот, ты сделаешь. Нет, нет. Я поняла. То есть, ты из тех людей, которые верят, что нас хотят чипировать. Я свободна от этих мыслей про... Про чипирование? Ну, нет, чипирование, на самом деле, эту цель явно преследует, для чего я не понимаю, но я всячески буду избегать прививок, чипирования, вакцинации и так далее. То есть, если есть малейшая возможность этого не делать, я не буду делать. Вот, как-то так. Ну, знаешь, я как себя успокаиваю, то есть, убиваться, что, ну, вот, так всё плохо, теория заговора, нас там все хотят уничтожить, теория золотого миллиарда, бла-бла-бла. Я боюсь, что это правда в какой-то степени, и я думаю, окей, даже если это правда, что я могу сделать? Лучшее и максимум, что я могу сделать, прожить ту отведённую мне жизнь классно, счастливо, красиво, радостно. Я всё сделаю для того, чтобы так прожить. Даже если меня там чипируют, чтобы меня контролировать, или там, не знаю, долго и мучительно меня убивать. Ну, окей, убивайте, всё. Мне уже 38 лет осталось там, ну, дай бог ещё прожить мне там. Ну, вообще-то я хотела бы лет ещё минимум 60 прожить. То есть, я верю, что я... А у тебя в семье долгожители есть в семье? Были долгожители? Ну, с папиной стороны довольно долго жили, хотя... Хотя... Не знаю, я не очень... Я верю, что я буду очень долго жить, типа, как под 100 лет умру. И как-то даже это очень скучно. Ну, ты же вегетарианка, да? Сколько лет уже вегетарианка? Много, сейчас скажу. Ну, уже лет 10-12. То есть, я мясо перестала есть в 2006-2007 году. Ага. А скажи, а ты пила какие-то вот добавки? Добавки, да, чтобы как-то... Потому что я говорю, что я была вегетарианкой. Ну, такой, не строгой в том плане, что я мясо не ела. Ну, мясо, курицу, да, там, всё это я не ела. А рыбу я ела, яйца ела, молочные продукты я ела. Вот. Но меня очень подорвалось моё здоровье. В течение трёх лет, да. Мне стало что-то очень плохо. Вот. И я вернулась. Это очень странно, потому что, если ты продолжала есть и рыбу, и молочку, и яйца, ты абсолютно получала все те же микроэлементы. Не знаю, может быть, ты как-то не очень сбалансировала это. Я хочу сказать, что с тех пор, как я стала вегетарианной, я болею значительно меньше, чем болела до этого. Вот. У меня тот же псориаз, это аутоиммунные, как выяснилось, заболевания. А аутоиммунки вообще не терпят красного мяса. Категорически. Все виды аутоиммунных заболеваний, все виды раковых заболеваний, они категорически исключают красное мясо. Уж точно говядину. И я тут склонна верить, что индусы правы, что коровы священные животные, не надо глупые люди есть священные животные. Мы же вообще не плодоядные, мы плодоядные. У нас зубы и кишечная система так устроена, что там столько метров кишечника, оно не расположено к тому, чтобы переваривать мясо, оно там не умьет. Слушай, а как твоя семья отнеслась к этому, потому что у нас же любят шашлык-машлык? Ну, папа расстраивался и пытался меня покормить шашлуком, и он там вкусно намагалит делать мясо. Гитлиб же, да, гитлиб же. Ну, они приняли, они приняли, сначала сопротивлялись, пытались уговорить в обратном, в конце концов приняли. Ну, а ты спокойно относишься, когда кто-то рядом ест, запах? Запах, честно, мне не нравится, и я скажу так, когда я вижу особенно сырое мясо и его запах сырого мяса, мне до тошноты может стать плохо. Из уважения и любви к моей семье, к родителям, к папе в частности, ну вот вчера мама жарила масло, оно у него ещё пригорело, и воняло так на весь дом. Думаю, господи, вот эти овощи же никогда так вонять не будут, ну это же три дня просто отравляющего запаха в доме, и ты его не выветришь. Ну, единственное, когда я вообще приехала, я говорю, давайте я вам буду делать супчики, салатики, там какие-то, не знаю, гречку с грибами, ещё что-то, но только не мясо. Я говорю, я так давно не готовила, я забыла, я не смогу, вы готовьте мясо, я вам другое буду готовить. То есть мы на этом договорились, и всем хорошо. Мы сидим за одним столом, папа ест мясо, мама ест мясо. Ну, как, я одна, получается, вегетарианин, но с моим приездом, конечно, в рационе стало больше овощей, больше салатов, и всем здоровья от этого будет больше. Да, слушай, я посмотрела тоже твои, смотрела твои эфиры со Стефана, вот, и я знаю вашу историю, что вы тут как Ромео и Джульетта, вы разлучились. И скажи, пожалуйста, это вот как было, то есть он находился там, ты к нему собиралась приехать, понятно, что у тебя там наверняка были билеты даже куплены, да, и потом резко закрыли Италию или как, или ты приняла решение, например, ну, не лететь, не рисковать, потому что, на самом деле, ещё 8 марта было достаточно всё открыто, Бородина летала отмечать дни рождения в Куршавель, как бы, кто-то у меня был, куда-то летал в Дубай и так далее. По-моему, как раз на её дни рождения, кто-то там много людей, кто подхватил этот клубец. Да. Ну, на её, я не знаю, как на её, но в каких-то других куршавелевских праздниках целая тусовка наших олигархов вернулись с ковидом. Ну, да, и наших, и украинских, и каких-то, ну, не важно, на самом деле, может, кто угодно, это как повезёт. Вот сейчас были похороны, и выяснилось, что одна из женщин, кто была на похоронах через 2 дня, её забрали в тяжелейшем состоянии с подтверждённым ковидом. То есть, в принципе, мы уже контактировали, я тоже была на этих похоронах, но, может быть, а, я предыдущим вечером была, но мои мамы со сестрой там были все 3 дня, и они наверняка что-нибудь оттуда принесли. Ну, да, это, на самом деле, странно, потому что тоже вот заболела Маша Ивакова, которая участвовала сейчас в танцах со звёздами, а её партнёр Папунашвили, Женя, тоже, знаешь, ты... Конечно, конечно. Да, 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 и её, собственно, парень, они не заболели, а она заболела. И откуда, во-первых, она заболела, и почему они не заболели, непонятно. Это вопрос... Ну, это так же, как любой грипп или любой другой вирусный ОРВ, там, не знаю, ну, любое вирусное заболевание. Полагаю, вопрос иммунитета или вопрос... Не знаю. Ну, можем убрать... Люди просят убрать этот ковид. В общем, отвечаю на твой вопрос. Муж ждал меня 8 марта к себе в Италию. Я должна была пролететь в Милан, мы бы красиво погуляли. И с 9-го у него уже планировалась целая большая красивая рекламная компания, связанная с презентацией его новой книги. Он же книгу написал целых полтора года. Карпиэл писал эту книгу с такой любовью. Про фотографию, да? Вообще, как его жизнь изменилась? На самом деле, вот факт его судьбы, биографии, как он ещё 3 года назад был дантистом и собирался открыть клинику и этому посвятить свою жизнь. И вдруг он становится фотографом, экспедитором, блогером, и сженится на Russian Popstar. И всё это как бы такая... Я поняла. То есть это больше биография, типа... Да, да. Как он меняет свою жизнь с элементами коучинга, да? Ну, без коучинга это просто очень трогательная, очень искренняя история жизни. И к моей грусти он туда не вставил книги, к своих фотографий. Да, странно. Я говорю, исправь. Это преступление. Абсолютно. Потому что они у него просто потрясающие... Я говорю, исправляю это упущение. И, может быть, поэтому случилось... Ну, всё так, как случилось, что ты не смог книгу даже презентовать с толком. Ну, дело ты в интернете и... И что? И вот ты собиралась приехать. И 8 марта уже всё, уже закрывали. 9-го уже у них официально и строго уже как бы их закрывали на самоизоляцию. Я поняла. А у него итальянский паспорт, он... Или у него... Он мог бы к тебе выехать, но предпочёл остаться с родителями или нет? Или не мог к тебе выехать? У него, конечно же, итальянский паспорт. На тот момент он... Ну, как-то мог бы проскочить. Знаешь, как... Попасть сюда, в Москву. Через... Через какие-то другие мог попасть. Нет, он и напрямую мог. Из Милана, из Рима были ещё рейсы. Потому что Россия и Аэрофлот рейсы прекратили гораздо позже, чем 8-9 марта. И там просто было условие, чтобы он две недели сидел на карантине дома. Ну, соответственно, я с ним тоже. И мы даже как-то так совещались, совещались. Он говорит, я не хочу, чтобы ты из-за меня сидела дома, не могла никуда выйти, поработать. Мы на тот момент не очень понимали, что Россию ожидает то же самое, но только на три недели позже. Ну да. И, в общем-то, можно было эти две недели посидеть дома. Ну, в общем, я... Конечно, мудрее всего то, как он принял решение, что он остался там с родителями, с бабушкой. Потому что он о них заботится, ходит в магазин, тогда как они уже пожилые, а он такой молодой, риска меньше, поэтому я думаю, что так правильнее. Ну, я поняла. Слушай, ну и какие перспективы, непонятно, да? Там август-сентябрь теперь уже, да? Теперь уже я сейчас скажу... Нет-нет-нет. Вчера во всех газетах было написано, что Италия открывает свои границы для стран ЕС или Союза. Но что касается для других стран, в том числе и России, неизвестно. Вот, он говорит, что похоже, что к 15 июня можно будет как-то мне попасть в Италию. Мы на это очень надеемся. А, тебе, да? Да-да, чтобы я поехала к нему. Вот. Тут, наверное, зависит... Я знаю, что какие-то авиакомпании, типа ЮТР или что-то там летает, аэрофлот точно нет, он же как-то так объявил, что до августа не будет. Вот. Я надеюсь, что к середине июня... А с 15 и другим странам открывает, вот, подтверждает мне девушка. Да, вот, значит, с 15 июня я буду планировать. А раньше, наверное, не стоит, и как-то это будет не очень плохо. Ну, да. Да. А скажи еще, знаешь, что... Вот ты просто тоже где-то говорила, что ты собиралась вообще переезжать в Италию. Это, ну, просто это... Или это были действительно такие мысли? Конечно, мысли есть, у меня же муж итальянец, и мы точно не будем жить в России прямо вот так всю жизнь. Мы женаты, это всего три года, из которых мы видимся, ну, дай бог, две недели в одном месяце. Мама нас смотрит, моя мама, привет. Да? Да. Маме привет. А моя не смотрит, по-моему, моя сидит внизу и пьет чай. До зимы, не будет до зимы, Россия открыта. Ну, понятно. Ну, разные ходят версии. Вот. Мы думаем, но пока нет конкретных планов, конкретных сроков. Я очень хочу домик в Италии, и хочу близ озера Кома. Я знаю, что это очень такое особенное место, оно мне очень нравится. Опять же, это всего лишь 40 минут от Милана, и это аэропорты Милана. И можно как бы летать в любой конец мира, что важно для мужа, очень-очень важно, чтобы у него был какой-то большой международный аэропорт рядом. Поэтому Москва ему, в общем-то, удобно. Как сказала, мы женаты всего три года, у нас нет детей, и когда появятся дети, все изменится. Пока мы пашем оба как сумасшедшие, мы там мотаемся, нам хорошо. Ну да, потом уже просто будут какие-то другие приоритеты, и вы уже задумаетесь, наверное, задумаетесь более весомо над этими всеми вопросами. Просто я так, когда услышала эту новость, я думаю, ну а почему бы и нет, действительно, мне кажется, тебе будет там хорошо. Мне там однозначно будет хорошо. Правда, я ленюсь, блин, я не учу английский, итальянский язык, я даже не... Ну как, я взяла там уроков 10 очень-очень классного педагога, итальянец, приезжал ко мне домой, потом и по скайпу занимались, когда карантин случился. А потом я говорю, ой, знаете, я сейчас буду заниматься онлайн-продукцией. Я очень активно ударилась, мне прям просто такое озарение пришло, и я захотела сделать такую штуку, мантр-гайд называется, я вот выпустила чуть больше, чем две недели назад, ну, может, три недели. Это такой путеводитель в мир мантр, где очень просто, понятно, всё объяснено, и даже эксклюзивно прописаны там аудиофайлы на частоте 432 Гц, что тоже является элементом саунд-хиллинга, это такая целительная частота, вот, и она так воздействует определенным образом. Всё вот это я сделала, выпустила, и, кстати, это можно, это маленькая реклама. Вы можете найти это в шапке моего профиля, в моём инстаграм, заходите, пожалуйста. Да, ну, это получается, ну, например, зайти, и ты можешь, путеводитель по мантрам, в смысле, что мантра там, утром, да, на утро там проснуться и пробудиться. Мантра на вечеринке? Нет, не совсем так, не совсем так, не совсем так. Там 12 мантр, из которых я сделала такое обозначение, как основные и ситуативные мантры. Основные — это те, которые всегда в любой ситуации хороши, как мантра «Омна-муна-райна», «Омна-мах-шивая», «Гая-три-мантра», или «Шри-рам-джей-рам», или «Хари-кришна-мантра». Это такие основные мантры, это так называемые «Маха-мантры», «Великие мантры». Вот, те, кто позитивного настроения, да, да-да-да, мы такие. Вот, и другие ситуативные, например, там мантра «Нарасимхи», вчера вот я такая, у меня тоже еще одна пришла идея, делать такую рубрику «Мантра дня», например. Вот сегодня мы там такой вот… «Мантра «Нарасимхи», вчера вот мне так захотелось». Это уже такая мантра, которая очень мощным, защитным свойством обладает, такая очень сильная энергия, которая помогает при страхе, когда чувствует такие очень негативные, сильные эмоции, как гнев, гордыня, алчность, страх. И еще, кстати, ее эту мантру дают, когда у человека черная магия, когда она кто-то… Я не могу сказать, что я не верю в черную магию, но, к сожалению, есть, потому что люди разные… Люди, знаешь, когда подпадают под него, как мой папа говорит, «Когда вот не верят во Всевышнего, тогда и подпадают». Да, так и есть. Когда человек как-то, знаешь, как отваливается от Бога, то есть он говорит, «Да, я сам, я нормальная, вот живу, я там красавчик», и у него начинают, ну, как бы слабые точки появляются, то есть такие дыры, куда может кто-то попасть. Серьезно тебе говорю? И когда он в вере, в молитве, в таком собранном состоянии, медитирует и так далее, то у него не будет такой такой черной магии. Слушай, мне пишут, говорят, классные у вас обои. Я говорю, да, самый прикол, что они еще светятся, когда… Ночью? Да. Ой, клево. Да, я просто сейчас нахожусь в Минске, вот у родителей мужа мы приехали сюда, тут сидеть на свежем воздухе, потому что в Москве у нас квартира, у нас нет дома, вот, поэтому мы приехали сюда тут пережить немножко эту всю ситуацию, да, чтобы дети были на свежем воздухе. Ну, конечно, да. Ну, с детьми-то понятно, зачем вообще в Москве сидеть. Я же просидела в Москве без малого полтора месяца, не выходя из дома, ну, типа два раза выезжала там что-то купить. Я уже немножко, ну, сходила с ума. Конечно, у меня каждый день были какие-то эфиры. У меня просто расписан был день так, что я не успевала даже покушать. Ну, я так умудрилась себя загнать. Ну, я люблю, когда вот так вот. В 7.30 у меня одна практика, в 9 у меня другая, в 10.30 у меня спорт. И ты говоришь, что ты ленивая, видишь, а итальянский не учишь. Я думала, наверное, думаю, Сати наконец-таки возьмётся полтора месяца, что делать. Надо было учить итальянский. Ну, я не тоже, я не ленивая, на самом деле это не совсем так. Я не... Короче, я, как, это грустно сказать, для меня итальянский неприоритетный сейчас был. То есть, ну, а что мне париться, когда мой муж прекрасно... Когда муж говорит по-русски, да? Да, он же прекрасно говорит по-русски. Я слышала, я же с ним общалась, когда мы виделись вот на концерте Дэвы Прэмал, и ты выступала тоже, вместе выступали. Это просто было, конечно, что-то с чем-то, волшебство какое-то. Очень, да, классное ощущение. Вот, и мы с ним поговорили, и он супер разговаривает по-русски. И я понимаю тебя, что когда... Это да, это когда человек говорит по-русски. Да, у меня папа, да, у меня папа же из Панамы, и он учился в России, и он, ну, в принципе, может до сих пор, ну, уже хуже, как бы, но говорит по-русски. Вот, но когда мы приезжали, например, с Валерой, с Мартой к нему, он все равно знает, что я говорю по-испански, и он все равно говорил по-испански, потому что, ну, что-то там нужно очень сильно собраться, как бы, да, подумать, простроить это предложение, да, когда у тебя нет практики, и потом сказать. И для него, конечно, это было сложно. Скажи еще, ну, то есть, мы уже все поняли, что ты отходишь от поп-культуры, последний трек, да, какой, 2018 год, да, ты выпускала именно такой попсовый. Ладони по-либо. Ладони по-либо. Был еще в девятнадцатом году трек «Киамо». «Киамо». То есть это, видимо, как бы в честь моего мужа. Слушай, я не слышала, обязательно послушаю, этот «Киамо» я не слышала. А на корпоративах ты поешь еще, выступаешь? Ну, именно с теми песнями, которые... Очень редко. Нет запросов, или ты отказываешься так? Или ты не чувствуешь, что тебе это надо? Не знаю. Знаешь, как это работает? Когда я этого не хочу, запросов не приходят. Запросов мало, и те, которые есть, я либо им отказываю, либо... Короче, как-то получается, что я очень редко на них соглашаюсь. Или же... Естественный отбор происходит. Да, да, да. Или же, получается, смешанная программа. Поп-музыка и этническая музыка. А, ну, то есть такой компромисс, да, небольшой выходит? Да, да. Вот сейчас в 20-х числах мая мы должны были быть с моей командой в Турции. И в одном большом отеле должны были выступать как раз вот с такой смешанной программой. Там в рамках какого-то фестиваля, который касается йоги, этники. Ну, как бы все, что по мне оказывается. И, к сожалению, к сожалению, это все дело отменилось. Потому что... Потому что... Потому что... Да. Ну, для меня, ты знаешь, для меня вот самый, конечно, факт, который меня разорвал про тебя, да? Я помню просто это. Может быть, это даже в Урганте было или... Ну, не помню, где это я услышала, увидела. Вот. Но то, что наш президент Владимир Владимирович Путин узнал о том, что ты поешь мантры, может быть, узнал о твоем вообще существовании. Мантры премьер-министра Индии, да, кажется? Или какой-то был, который приехал и говорит, а, я знаю, у вас тут есть певица, которая мантры поет. И показал даже, да, ему твои мантры. Да, да, да. И Путин там сказал, ого, да? Да, да, да. Это, правда, удивительная история. Захочешь, ни за что такое не придумаешь. И уж точно так вот. Я же себе не глупишь. Дело было, знаешь как, в 18-м году, в начале 18-го года меня попросили из посольства Индии, я с ними дружу, мы часто пересекаемся на разных мероприятиях, они меня попросили принять участие в такой записи, в одной очень специальной, специальный проект, посвященный 150-летию с рождения Махатмы Ганди. А у меня к Махатме Ганди понятно глубокое уважение, почтение. Плюс мы еще даже в один день родились. Со мной в один день родились Махатма Ганди и Стинг. Мне это в 18-м году, я себе думала, о, какой чудесный день, 2-й октября. И я говорю, да, конечно, что нужно петь? Они мне присылают мантру. Это даже не совсем мантры, это такая очень красивая песня, гимн. Вайшнава джанато. Кто такой настоящий Вайшнав? Вайшнав – это человек, который следует вайшнавизму или поклоняется Вишну. Но тут даже, если мы убираем религиозные принадлежности, это песня о том, какой должен быть настоящий человек. Человек с добрым, чистым сердцем, как он должен поступать. И там такие слова изумительные, переводы. Я просто рыдала, когда читала, что. Такой человек, он чувствует чужую боль ровно как свою. У него никогда из его уст не выйдет ни одной лжи. И такой мужчина или такой человек, он смотрит на каждую женщину, как на свою сестру или на мать. То есть такие вещи, он никогда не возьмет чужого. То есть это такой способ. Да, а как тебя пригласили? То есть это через вашего учителя произошло или как? Может, как-то сошлись какие-то пазлы, я не знаю? Посольство Индии в Москве меня пригласили. Мой учитель... Знаешь, как интересно получилось? Когда мне прислали эту песню, у меня просто случился вау. Вот это да, это любимейшая песня моего учителя. Конечно же, он об этом не знал. Я ему ничего не стала говорить. Ну что я его буду грузить? Мало ли что мне предложили в Индийском посольстве. Я просто приняла это как очень приятный знак, что это песня, которую моего учителя, ну, которую любит мой учителя. Вайшнава джаната. Я говорю, окей, я спою. Ну так мне было лень, мне было так влом учить эту песню. Там еще такое произношение. Там есть такое, пири, пара, пири, пара. То есть, не пири, а пири, пара, пири. Там вот эти штуки. И я за ним... Мне так не хватало терпения. Они позвали одного специалиста. Это потому что древний гуджарати. Вот именно диалект гуджарати. Который тебе объяснял и ставил еще произношение? Конечно, мы на студии часов пять провели. Он со мной каждую строчку. Вот он все вот это вот... Ну, музыкально я сама ловила интонацию, но произношение он не старое. Потом я записала, забыла. А потом еще говорят, вы знаете, надо еще видео записать. Думаю, блин, еще и видео им надо. Ну, ладно. И мне говорят, ну, знаете, вот вы, Стас, Намен, все музыканты, кто в этом участвовал. У нас действительно была большая команда. И они наняли съемочную группу. И это было в дни футбольного... Это летом было же, в 18-м году. Чемпионат мира по футболу проходил в России, как ты помнишь, в Москве. В Москве было просто куча людей. И мы снимали... Я помню, это было вообще потрясающе. Я не была, но я могу представить. В общем, мы поехали на Красную площадь. Как нам разрешили снимать на Красную площадь, я не знаю. Это потому-то был, наверное, вот как раз чемпионат. Я думаю, что вот в этом дело. И представь, наверное, на Красной площади тут ходит куча, я не знаю, мексиканцев, американцев, итальянцев. Ну, просто разные совершенно, с разных стран. Люди вокруг вот ходят, на нас глазеют. А мы сидим... Яка Бординка, там, парень, это Ильдар Музыкант, он тоже мусульманин, татарин, Стас Намен. То есть тут такой интернационал, и мы сидим на Красной площади напротив храма Василия Блаженова или на фоне храма Василия Блаженова и поем вайшнавскую песню. Это, конечно, сюр был полный. Вайшнава джанату. Вот, мы спели, записали. И, оказывается, индийское правительство, это оно дало задание всем своим посольствам по всему миру записать вот такие видео, из которых они уже скомпоновали огромное одно видео. Из 150 стран, потому что это 150-летие Махатмы Ганди, выбрали 50 стран, 50 исполнителей наилучших. И в них, в это число вошла я. Слушай, ну, конечно, спеть на Красной площади... Ну, там люди по-разному пели, но я хорошо, правда, спела. Ты хорошо спела, да. И потом, знаешь, как получилось? Почему вообще меня отметил Нарендра Моди, премьер-министр Индии? Дело в том, что в 2015 году, когда он впервые приехал с официальным визитом в Россию, опять меня индусы... Тогда, кстати, это впервые они мне попросили индусы спеть перед ним мантры. Они знали, что я тогда увлекаюсь мантрами. И они ко мне вышли с предложением. Вот приезжают на Нарендра Моди, и будет вечер честования среди российской и индийской молодежи на Нарендра Моди, куда он приедет. Это было на Красной площади в одном из этих экспоцентров. Я говорю, да, для меня большая честь, конечно, я спою. И когда я спела перед ним, он был настолько потрясён, что потом вышел на сцену со своей речью и минут 10 говорил обо мне, что она, эта девушка, она рождённая в мусульманской семье, гражданка Российской Федерации, поп-певица, поёт мантры с таким пониманием, что моё сердце было там покорно, бла-бла-бла. И он даже обещал построить храм индуистский в Москве ради меня. Я вообще там плакала, стояла. Это всё... И это речь, даже если вы вбёте в YouTube Нарендра Моди, кстати, Казанова, вы найдёте эту речь, где он минут 10 обо мне говорит. Круто. То есть это была наша первая встреча. И мне даже потом пришло личное письмо с его личной подписью, благодарственное письмо от Нарендра Моди за вклад в индийскую культуру. Слушай, глядишь, тебе скоро... Ты же заслуженная артистка. Народная артистка Индии. Да, да. Адыгеи, да, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии. А, это на Осетии, да, ты? Осетии нет ещё. А, Карачаева-Черкесии. Да, например, там вся с индийским акцентом. И никто, когда она приедет в Индию, в Россию, её не узнает, не скажет, это вы та, которая пела перед нашим Владимиром Владимировичем. Да кому она нужна? Ну да. Я тоже так думала, ну правда, но индусы, у них как бы другое. У них другая планета. Да. Слушай, да, ну это, конечно, факт, который, я думаю, что очень крутой. Ну как у тебя жизнь изменилась после этого? Нет, ничего не изменилось. Я ждала, что мне позвонят из Белого дома и скажут, скажут, приезжайте, мы вам приготовили награду. Шутим. Нет, я ничего не ждала. Самая главная награда для меня была, когда мой учитель, я даже не знала, что произошло такое событие, когда Путин был в октябре 18-го года, ровно через две недели после того, как показали это видео, 2 октября, в день Махатмы Ганди, это видео и показали, его смонтировали. И Моди узнал меня там. И когда через две недели приехал к нему Путин, они сидели, обедали, и он узгаджит вот так вот с телефона, говорит, слушай, ты знаешь, вот есть, говорит, такая певица у вас, Сати Казанова, она так мантры поет чудесно. Вот посмотри, как она спела для Махатмы Ганди. И Путин сидел и говорит, да, да, здорово. И этот кусок кто-то еще смонтировал, кто-то еще снял, смонтировал, и выложили на всех, во всех новостях это показывали. Я просто, я хохотала до слез. И когда, я об этом не знала, и первый, кто мне прислал, это был мой учитель, и написал, я тобой горжусь. Я была такая счастливая, для меня это была лучшая награда, и в принципе, больше ничего не было. Скажи, вот получается, что у вас со Стефаном, у вас один учитель, и вы на самом деле, наверное, и познакомились, да, я просто тоже слушала ваш эфир, что вы, да, где вы познакомились, как это было. А ты давно, как давно ты с этим учителем, и Стефана, и его вся семья, да, я так понимаю, тоже с этим, это учители всей семьи, можно сказать. Да, это наш... Да, насколько они давно уже пришли, ну, к нему, да, насколько давно они идут с ним, и насколько ты давно, ну, то есть, как это? Я с учителем 8 лет, а, уже 8 лет, с 2012 года. Муж всего 3-3,5 года, мы познакомились, вот, и его старший брат был буквально на полтора года, может быть, или максимум на 2 года больше него, то есть, я была на свадьбе его старшего брата, и мои подруги в Ашраме, в сентябре 16-го года, и ровно через год, в сентябре 17-го года, мы уже расписали. Да, так вот и получилось. Потому что, во-первых, там особое пространство, где ты доверяешь всем и всему, и эта встреча была очень... там, учитель сыграл большую роль, и он... Да, 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 я помню, вы рассказывали, что он вас в сердечко соединил, можно сказать, благословил. Да, там было много этих знаков и нюансов таких волшебных, они сыграли свое. Кстати, у тебя еще 3 сестры, да, или 2 сестры у тебя? 3, да? У меня еще 3 сестры. А, 3 сестры, да, я с ними знакома, может быть, не со всеми, но... Не со всеми. Да, я знаю, что... Мне кажется, Марьяну я видела, а Мадина, у нее вот школа в Нальчике, да? Наоборот. А, наоборот. Марьяна, она живет в Нальчике, у нее продюсерская школа для деток. А, Марьяна. не получается, она еще песни пишет. Марьяна, третья, сейчас скажу. Я первая, потом идет Света, она живет в Италии, и у нее двое сыновей, она замужем за кабардинцем, но они живут в Италии давно, еще задолго до того, как я вышла замуж за итальянца. А они далеко живут от того места? Да, далеко. Света живет в южной части, мой муж живет в северной части, то есть в противоположной части. Вот. Дальше идет Марьяна, третья. Марьяна живет здесь с родителями, как я сказала, она продюсер, автор песен и так далее. И самая младшая, Мадина, которая тоже живет в Италии. Она поехала туда еще в 2000, я уже не знаю, каких-то там, в 15-м что ли году, или в 14-м, тоже, тоже, на несколько лет до того, как я вышла замуж. Она поехала туда по обмену студентов, по вот этой программе. Она учила здесь, в Нальчике еще учила язык, туда поехала. закончила колледж дизайна, моды, модесты, что-то такое. То есть она и модель, и модельер. Вот. И вот в прошлом году она родила ребеночка и вышла замуж. Или наоборот. В общем, она тоже, ну, у нее итальянец. А как зовут? Давиде. Ага. Ну, то есть, короче, вам прям, вас прям туда тянет всю семью уже. Ты знаешь, просто это, это правда итальянская карма. У меня две кармы, то есть это индийская и итальянская карма. Да, ну, здорово. Такой смешной вопрос, как Света оказалась между кабардинскими именами. А знаете, как, я сейчас скажу, в кавказских семьях, знаете, как детей называют? Не мама с папой, а кто первый встал, то вы и тапки. Какая первая тетушка или бабушка вот сказала, я буду называть. То есть, это как она забила. Свету, Свету, имя Светы, как бы ее назвать забила наша одна двоюродная сестра по имени Света. Она сказала, я хочу назвать ее Света в честь себя. Такая скромность. Ее назвали Светой. Меня называла тетя, папина сестра, мусульман. Она сказала, я хочу назвать ее Сатаней, ибо это имя там из эпоса и это вообще там имя. Я всю жизнь страдала от этого имени, потому что она настолько старинная, что это вот, ну, не знаю, девочка. Зато, как оно для индусов, как оно звучит, тоже, согласись? Сатаней? Нет, не очень. Нет, я имею в виду Сати, Сати, да? Сати я была вынуждена сократить, потому что, когда я приехала в Москву, в 2000 году я приехала в Москву, и я, когда представлялась Сатаней, люди делали вот так вот. Ну, потому что это как вот, ну, Сатана, видишь, там, призыв к действию. И я уже так устала, каждому объясняют, что это хорошее имя, вы не подумайте, пожалуйста. Я устала, и мне как-то, мы сидели с моим преподавателем по вокалу, и он говорит, слушай, деточка, у тебя такое имя тяжелое, давай мы тебе сократим, такое, говорит, псевдоним придумаем, делаем более легче, более сценичным. Я говорю, ну, давайте. И мы сидели, фантазировали, сатей, сатик, сатин, ну, сатин уж точно они будут себя называть, еще шелком себя называть. И сати, мне понравилось имя сати, как на французский манер. Я на тот момент не знала, что имя сати тоже принадлежит индийской и ведической культуре, что это первое выполощение с возлюбленной жены Шивы, это Ади Шакти. Прикинь? То есть ты об этом узнала вообще за... Слушай, а я... Да, я... Тебя перебью, я тоже совершенно да. Когда выбирала имя для своей младшей дочки, Ума я назвала, да? Ума, это тоже ведическое имя, это одно из имен... Да. Дурги? Слушай, я не знала об этом, я, ну, посмотрела, что по санскриту там означает там что-то тихая слава, я думаю, ну, мне понравилось там, гармонирует с отчеством, ну, многие спрашивают, вы в честь Умы Турман назвали? Я, значит, ну, когда нет времени объяснять, я всегда в честь Умы Турман, знаешь, то есть уже это. А потом, когда ей было уже полгода, мне кто-то сказал, а ты знаешь, говорит, что с... как раз-таки с индийского, с какого-то там наречия, Ума, что ли, означает вообще вторая дочь. Я говорю, да ладно, говорю, это для меня тоже было такое открытие, что я думала, и это так совпало, да. Да, Ума, Ума, это одно из имён богини, одно из имён Шакти, одно из имён Дурги. Сати, это вот её самое первое воплощение, но её если называют Ума, то есть это очень красивое имя, очень-очень-очень прям глубокое имя, но, видишь, я не выбирала его там в честь, вот, меня зовут Индира, в честь Индиры Ганди, вот видишь как, Зита и Гита, опять же, тоже сильно отразились на именах наших за отечественников. Меня сейчас спросили, есть ли у меня афроамериканцы в роду? Нет, я узнавала, у меня, мой Валера, он очень переживал, что говорит, узнай у своих, говорит, есть ли у тебя афроамериканцы, говорит, а то вдруг у нас, говорит, чёрненький родится, чёрненький кучеряльник, вот, нет, у меня только, да, в роду индейцы, вот, ну, как Панама, да, свои там местные коренные индейцы, Сати, я тебе предлагаю сейчас, ещё поиграть, коротенькая такая игра будет, угадаешь ли ты свой пост, то есть угадай свой пост, да, то есть текст твоего, твоего поста. Я подготовила несколько постов, всего там 10-11 штук, но среди них есть ещё посты Бабкиной и Волочковой, вот, давай проверим, хорошо ли ты, не, уже смешно, ну, давай. да, хорошо вот так, лето, ах, лето. Не я. Ты, ты моя дорогая. Да ладно, да, да, да. Это очень по-бабкински, ой. Да, я тоже заметила, знаешь, смотри, потом. Следующее, подали жару на первом. Не я. Ну, вот это уже Бабкина. Всё дело в шляпе и в красоте. Не я. Скорее, это Волочкова. Волочкова. Ещё одна, ещё один пост про шляпу. Шляпа сразу даёт другое ощущение себя. Это я. Да. Следующее. Эх, как бы пустилась в пляс до песни разудалой петь. Это Бабкина. Это ты, моя дорогая. Чё, серьёзно? Да. Ну, ты меня, конечно, сейчас удивила. Да, да, следующее. Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма, потому что пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Утром съела полчашки овощного острого бульона и, может, днём съем зелёный салатик. Это Волочкова, скорее всего. Да. Ты не ешь зелёный салатик? Нет, ем, просто это очень в её духе. Ну, да, да, да. Следующее. Вот как надо себя любить, принимать и не париться. Я этому только учусь. По-моему, это не я, это скорее кто-то другой. Это ты. Серьёзно? И на фотографии ты с такой полненькой девушкой, танцовщицей, и ты вот подписала так этот пост. Видимо, это относилось касательно её, что она... Да, 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 я помню, что у меня ещё куча людей затравила, типа, вот ты насчёт этой девушки как-то там неправильно выразилась. Кучу каких-то посыпалось камней на меня, думаю, вот чего люди, я наоборот восхищаюсь, что она такая классная, так она себя... Я просто, ну, ты же... Ты можешь как угодно притворяться, но когда человек реально вот себя вот любит и прям кайфует себя и вообще не парится с таким человеком, тебе так хорошо, я просто... Ну, я хочу так жить. Я вот из восхищения это написала, не то, что поиздеваться, я такая стройная, она вот полная, я вот так... На её фоне хочу выиграть. Глупость какая. Да, давай следующее. Кружева. Как я люблю кружева. Я? Да. Любишь, да? Любишь? Очень люблю, очень-очень люблю. Да, следующее. Корона не жмёт. Не я. Ты? Ты? У тебя там несколько фотографий красивой очень короны тебе идёт. Ну, ты, конечно, помнишь? Да, я покопалась вчера так посидела на основателе. Да, 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 да. Да, ну, давай ещё одно. Ну, давай. Царь и царевна. Не я. Не ты. Это была Бабкина вместе с Васильевым. Вместе нарядились короны и подписали, да, царь и царевна. Вот, потому что я действительно читала твои посты и я думаю, что-то как-то, эх, эх, разудалые, да, какие-то? Да, напоминает Бабкину. Думаю, зайду-ка я к Бабкиной. Что ты думаешь? Захожу я к Бабкиной, а у неё всё, знаешь, как новости. Сегодня выступили там-то, шоу на первом, то-то. То-то-то, ну, как бы прям новостные такие, знаешь, посты, и очень сложно было среди них найти что-то действительно такое, эй, разудалое. Ну, вот, ты нашла же царь и царевна и ещё это, подзажгли. Да, ещё, ещё что там, зажгли, да, зажгли, зажгли на первом. Сати, слушай, ну, тут тоже спрашиваю, спрашиваю, во-первых, как называется вот мантра, которую ты кусочек спела, вайшна... вайшнава джанато. Вайшнава джанато. Джанато, да. Да, может быть, если у тебя есть настроение, у нас немножко уже подходит к концу эфир, может быть, чуть побольше этой мантры, она действительно очень красивая, мне тоже понравилась, и у тебя, я не знаю, у тебя, наверное, какой-то дар, действительно, твой голос... Правда, если бы я не знала, что это ты поешь, и если бы я услышала, я бы никогда в жизни не подумала, что это сильно поет человек из России, ну, реально. На самом деле, да, это я сама... надо мной уже поработали, я пытаюсь найти текст, окей, давайте я спою. Супер. Куплетик. А наше я не... Да, она в твоем вот в этом мантра-гайде, да, про которую ты говорила? нет, ее там нет. Дело в том, что Вайшнава Джанатой это не совсем мантра, это песня, это песня-гимн. Махат Маганди эту песню очень любил и пел ее в последние годы своей жизни, каждый день у нее напевал. Знаешь, как бы напоминая себе, каким все-таки должен быть настоящий человек, настоящий Вайшнав, какие у него должны быть ценности. Там, ну, потрясающий смысл. Вы в Ютубе можете найти Вайшнав Джанатой? Сати Вайшнав Джанатой и найдете. Да? Сейчас пьет кусочек. Да, давай кусочек. Вайшнав Джанатой Сати Вайшнав Джанатой Сати Вайшнав Джанатой. Класс, класс, класс. Ну, ты знаешь, правда, абсолютно искренне почувствовала такую какую-то, не знаю, какую-то благодать, какое-то спокойствие. Наверное, это и есть цель. Да, да, для этого трудимся. Да, да, сверхмантр. Там же есть вибрация, как бы ни было, есть вибрация смысла этих слов. Ну, и плюс то, что я вкладываю, когда я исполняю, потому что я могу спеть «Маленькой елочке холодной зимой». Как мантру, да? И это... Да, тоже пишут «Мурашки». От «Маленькой елочки»? Я так и знала. Она же колючая, она «Маленькой елочки», как раз «Мурашки». Сати, спасибо за эфир. И тебе спасибо, родная, было классно за игру. Спасибо. Да, я желаю, чтобы вы со Стефана быстрее вас и не видели. Слушайте, пожелайте мне, чтобы я не разболелась, потому что у меня нехорошие эти ощущения в лёгких. Да, мы тебе желаем, чтобы ты... Да. Спасибо, потому что прям не нравится мне, что у меня вот в бронхах и в лёгких и как бы... Ладно, всё будет хорошо. Всем спасибо за комментарии, за внимание. эфир я сохраню, теперь сохраняются они в ленте, как и ГТВ, а почему-то... Да, в GTV, да. Не там, где прямые эфиры, а в ленте будут, поэтому эфир сохраню. Всё, спасибо большое, рада. Я тебя люблю, целую, семье привет, пока. Привет, Нальчику, всем рады. Редан, пока, землячка. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok,